Зачинщикам штурма скандальной стройплощадки на столичных Осокарках грозит реальный срок. По факту попытки рейдерского захвата две недели назад, киевские полицейские открыли сразу два уголовных производства. Все подробности далее в материале. Атаки на стройплощадку жилого комплекса на Осокарках, патриоты Канаузерах, псевдоактивистами начались еще в мае. Тогда за драку полицейские арестовали одного из организаторов нападения, Сергея Филимонова. Его дело уже на рассмотрении в суде. Однако попытки захватить территорию компании Аркадо-Будивныцтво не прекратились. В последний раз организованная группа лиц строительный объект попыталась взять штурмом 22 сентября. Под давлением захватчиков правоохранители задержали охранников стройки. Среди них и ветерана Тони Кита Шатилин. Уложили их лицом на асфальт. Хотя могли, в принципе, наверное, просто проверить документы, потому что до этого я предоставлял все необходимые бумаги в управление полиции Дарницкая, на Кошица. Поэтому сотрудники правоохранительных органов были в курсе, что там происходит, какие люди там находятся, какое есть оружие зарегистрированное. Тогда захватчики растращили заборы, даже попытались уничтожить технику, использовав коктейль Молотова. На стройку проникли псевдоактивисты, ну или просто активисты, или чьи-то люди, я не знаю. И непосредственно начали резать палатки, в которых люди жили, начали полить технику. Киевские полицейские открыли сразу два уголовных дела. В прокуратуре говорят, личности подозреваемых уже установили. Встановлены их анкетные данные, и сейчас в межах проведения встановляется роль и участь каждого из них. Анализуется видео, которое наявлено, как у свидетелей, вказанного инцидента, наявлено в среде массовой информации. Розпочаток криминального проведения за двумя статьями Криминального кодекса. Это групповое прошлое гражданского порядка, холіганство за частью 2 статьи 296 Криминального кодекса, а также умисное пошкоджение майна. Из-за постоянных нападений компания Аркада Будемництва временно прекратила выполнение работ. Там считают, что псевдоактивисты нарушили 206 статью Уголовного кодекса Украины, а именно препятствовали законной хозяйственной деятельности. К защите прав законного собственника территории подключились общественники. На данный час на территории будильного майданчика все спокойно, нет никаких провокаций, потому что забудовник не совершает никаких действий, кроме благороджения территории вокруг озера. Мы на данный час всю ситуацию, как общественность, также контролируем, для того, чтобы понимать в будущем законность, порядок и до чего это все приведет. Правоохранители уже готовятся объявить рейдерам подозрения. За хулиганство и порчу имущества захватчикам грозит до пяти лет тюрьмы. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.